Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу, мы с вами начинаем новый цикл изучения Пятикнижья. И на этой неделе мы с вами будем учить, и уже начали учить, недельную главу Берещит. Итак, в этой главе Всевышний говорит первому человеку с женой, пожалуйста, кушайте все, что вы хотите. Весь мир создан для вас, но от плода, дерева, познания добра и зла не кушайте. И этот плод, он запрещен, только он один. И как мы знаем, что сделали первые люди, муж, женой Хава и Адам, они съели тот самый плод. Давайте сейчас выясним, а что же это был за плод? Конечно, это было не яблоко, а что же это было? Говорят нам наши мудрецы, что есть четыре основных мнения в Талмуде, в Медрашах, что же это было такое. Первое мнение, что это была пшеница. И еще говорят нам наши мудрецы, что пшеница в те времена, она росла на деревьях. Второе мнение, это был виноград. Третье мнение, это был инжир. Четвертое мнение, это был этрок. Вот такие четыре основных, там еще в Зоре есть другие мнения, что же это был за плод такой, уникальный, удивительный плод, о котором Тора в открытом тексте не говорит. Но это четыре основных мнения. И поэтому с тех пор, чтобы исправить его грех, мы эти плоды берем, вот то, чем он согрешил, мы их берем для заповеди. Каким образом? Каждый шаббат мы кушаем хлеб. Вот эта пшеница, мы ту пшеницу, которую вот Адам скушал и сделал запрет, мы питаемся с этой пшеницей сделать как можно больше заповедей. Каждый шаббат мы кушаем пшеницу, вот наш шаббатний хлеб. Каждый еврейский праздник, любое торжество, свадьба, обрезание, шаббат или праздники, мы всегда говорим благословение на вино, чтобы исправить тот поступок Адама. Он сделал грех с виноградом, а мы из этого винограда делаем заповедь. Это мы сказали пшеница, шаббатний хлеб. Виноград, это кедуш, это всякие праздники все наши. Третье, это этрок. Этрок, только что был праздник сукот. Мы 8-7 дней в Израиле, 8 дней за границей брали тот самый этрок, чтобы сделать с ним заповедь. Осталось понять по тому мнению в Талмуде, что это был инжир. Где мы берем инжир, чтобы исправить грех первого человека? А здесь, отвечают нам наши мудрецы, сам первый человек уже взял инжир, чтобы исправить свой грех. Сказано в Талмуде, что когда Адам начал делать раскаяние, он 130 лет постился, чтобы исправить свой поступок. 130 лет он уехал от своей жены Хавы. И 130 лет, написано, он сделал себе такую вот жесткую одежду из листиков инжира, чтобы она ему доставляла такой вот дискомфорт, ему было очень-очень как бы неприятно и даже больно, чтобы исправить тот грех. Он съел инжир, он взял ветки, листья инжира, чтобы они ему прямо, не знаю, чуть-чуть, может быть, даже резали кожу, чтобы исправить свой ужасный грех. Вот такие вот мнения в Талмуде, что же это был за плод, который Бог сказал не кушать. И таким образом, как мы описали все вот эти вот процессы, мы исправляем до сегодняшнего дня грех первого человека. Спасибо огромное за внимание, всем шавуатов, и слава Богу, мы начали учить заново на пятикнижьях большое счастье. Спасибо огромное!